Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го соборного послания святого апостола Петра, 1-я глава, первые 10 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшись с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. И плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами читаем послание апостола Петра, сегодня мы читаем второе его соборное послание, и читаем первую главу, первые десять стихов. Как обычно, мы видим структуру посланий апостольских. И сначала, конечно же, приветствие в первых стихах читаем. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Итак, раб и апостол Иисуса Христа. Это апостол Петр. Называет себя рабом и апостолом. Он полностью отдал себя на служение Богу и, получив в свое время прощение от Него, прощение за свое отречение, апостол Петр изъявляет свою полную решимость и готовность безоговорочно, беспрекословно служить воле Божией, о чем и говорит адресату своего послания. И далее в третьем стихе мы читаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью». Через познание Господа Иисуса Христа мы приобщаемся к тем дарам и благам, которые открывает нам вера в смерть и воскресение Спасителя. «Мы приобщаемся ко всей полноте жизни Святой Троицы, но путь к ней, дверь к ней – это Господь Иисус Христос. Аз есим дверь, ною аще кто внидет и зыдет, спасется и пажить обрящет». Читаем мы в Евангелии от Иоанна слова Господа. «Я из двери овцам. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Спаситель». Поэтому только через Иисуса Христа мы можем действительно стать соучастниками жизни и внутритроического общения Бога. Итак, четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Заметьте, мы становимся наследниками его драгоценных и великих обетований. Эта мысль, если вы внимательно читаете послание, она очень напоминает слова апостола Павла в его посланиях. И в частности, могу дать ссылку на послание к Галатам, на третью главу, конец главы, стиха с 25-го. Начинается вот эта мысль, что действительно мы являемся наследниками тех обетований, которые даны были Аврааму через веру в Иисуса Христа. Еще в целом послание к Галатам, третья глава, говорит об этом. И в четвертой главе тоже об этом есть. То есть, мы видим эту одинаковую риторику с апостолом Павлом у апостола Петра. И, что немаловажно, апостол Петр говорит здесь о том, что мы должны, мы являемся соучастниками божеского естества, но в том случае, если удаляемся от господствующей в мире распутства и похоти. То есть, для апостола Петра самоочевидным является тот факт, что в какую степень мы готовы оторваться от распутного этого мира, от грехов этого мира, в ту степень мы и приходим в познание божества и в соединение с естеством Божиим. Эта мысль очень четко прослеживается и в святоотеческом учении, и в целом христианство говорит об этом, что в нашу готовность следовать за Христом вливается, так сказать, благодать Божия. Поэтому здесь идет речь как раз-таки о синергии, соработничество человека и Бога. Бог дает благодать, дарует, но мы сами должны подготовить вот этот сосуд чистоты в самих себе. И далее апостол Петр предлагает нам очень интересное рассуждение. Это пятый, шестой, седьмой стихи. Итак, нам дана благодать, нам дано возможность соединиться с Богом, с Его естеством через Иисуса Христа, но в меру нашего, скажем так, борьбы и готовности совлечься с ветхого человека, растлеваемого и обольщаемого похотью этого мира. То, о чем апостол Павел говорит тоже во многих своих посланиях. И далее он говорит, как это сделать. То есть мы, вкусив прощение от Бога, вкусив дары Его, Его благодать, мы должны удержаться в этом состоянии благодарности и работы над собой во имя Божие, во имя того небесного царства, которое Он не звел своей смертью и воскресением в этот мир. Итак, если вы готовы совлечься, то вы, прилагая к всему все старания, пятый стих, покажете в вере вашей добродетель. Итак, первое стоит вера. Основоположник всего. Апостола Петра, апостола Павла, апостола Иакова. Вера – это краеугольный необходимый камень в деле спасения. Без веры у Иисуса Христа невозможно. Все остальные добродетели, они будут, но они будут не ко спасению. Просто как у стоиков, например, как у философов. В вере вашей добродетель. Добродетель – это мужество. Мужество и, если говорить о греческом оригинале, то это мужество и качество. Мужество и качество состояния человека. Далее – рассудительность. То есть это трезвенный подход к нашей духовной жизни. В рассудительности – воздержание. А воздержание – терпение. Здесь вот терпение – это не просто пассивное ожидание чего-либо. Терпение здесь приводится апостолом Петром как деятельное преодоление трудностей. В терпении благочестия терпение вырабатывает навык. А благочестие – это прежде всего навык. Навык определенного отклика на вызовы этого мира, на грех этого мира. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. Вера. От веры мы идем к любви. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, предостерегает апостол, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому очень важно понимать, что в крещении мы получаем прощение наших грехов, мы получаем доступ в Царство Небесное, но мы должны удержаться в этом. А для этого мы должны сфокусироваться на самих себе и увидеть свои грехи, свои страсти, и бороться с ними. Бороться, опираясь на вот эти добродетели, которые предлагает нам апостол Петр. Вот этот путь. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступай, никогда не преткнетесь. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стремиться к такой благочестивой жизни, следуя за Христом по заветам святых апостолов. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»